Уголовные правонарушения Уголовные правонарушения в сфере информатизации и связи В Уголовном кодексе от 3 июля 2014 года предусмотрена глава номер 7 Уголовные правонарушения в сфере информатизации и связи Согласно закону Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года об информатизации Под нею понимается организационный, социально-экономический и научно-технический процесс Направленный на автоматизацию деятельности субъектов Информатизации Субъектами информатизации согласно закону являются Государственные органы, а также физические и юридические лица Осуществляющие деятельность и вступающие в правоотношения в сфере информатизации Уголовные правонарушения в сфере информатизации и технологии включают в себя такие уголовные правонарушения Как распространение вредоносных вирусов, взлом пароли, кражу номеров, кредитных карточек и других банковских эквизитов Также распространение противоправной информации, клеветы, материалов порнографического характера Материалов, возбуждающих межнациональную и межрелигиозную вражду и так далее через интернет Коммунальные объекты Уголовные правонарушения в сфере информатизации связи можно назвать киберпреступностью Киберпреступность на современном этапе угрожает не только отдельным лицам или организациям Но потенциально национальной безопасности любой страны, достигшей значительного уровня компьютеризации жизненно важных отраслей экономики За последние 10-15 лет резко увеличилось количество преступлений с использованием вычислительной техники или иной электронной аппаратуры Хищение наличных и безналичных денежных средств Для совершения преступлений все чаще используются устройства, в основе которых лежат высокоточные технологии, их изготовление и функционирование Иными словами, это преступления, в которых используются высокие технологии Данные уголовные правонарушения можно выделить в 4 категории Первая категория – это уголовные правонарушения, связанные с информацией, включая ее перехват, модификацию и кражу Вторая группа – это уголовные правонарушения, связанные с доступом, включая хакерство и распространение вирусов Третья группа – это уголовные правонарушения, связанные с компьютерными сетями, включая вмешательство в их работу и саботаж Наконец, четвертая группа – это уголовные правонарушения, включая преступления, связанные с использованием компьютеров, включая оказание помощи в соучастии преступлений, компьютерное мошенничество и компьютерный подлог В качестве одного из уголовных правонарушений в сфере информатизации можно рассмотреть уголовные правонарушения, предусмотренные статьей 205 Уголовного кодекса РК «Неправомерный доступ к информации в информационную систему или сеть телекоммуникаций». Объективная сторона данного деяния определяется в виде действия как неправомерный доступ к охраняемой законной информации. Особым является предмет данного уголовного правонарушения. Это информация, которая содержится на электронном носителе или другая информация, представляющая интерес. Состав данного деяния предусмотрен как материальный, то есть это предусматривает существенное нарушение прав и законных интересов граждан, либо организации, либо охраняемых законом интересов общества или государства. Субъективная сторона данного деяния предусматривает умысла. Также в качестве еще одного состава из этой группы правонарушений можно рассмотреть статью 207 Уголовного кодекса РК, который называется как нарушение работы информационной системы или сетей телекоммуникации. Объективная сторона данного деяния предусматривает как действие для бездействия, направленное на нарушение работы информационной системы или сетей телекоммуникации. Данное деяние наказывается штрафом в размере до 2000 месячных расчетных показателей, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет. Максимальным видом наказания является лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Еще одним составом в этой главе является состав предусмотренной статьей 210 Создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов. Данное деяние предусматривает действие в виде создания компьютерной программы, программного продукта или внесения изменений в существующую программу или программный продукт с целью неправомерного уничтожения, блокирования, модификации, копирования и использования информации, хранящейся на электронном носителе или содержащейся в информационной системе или передаваемой по сетям телекоммуникации. С программно-технической точки зрения компьютерный вирус это специальная компьютерная программа, способная самопроизводственно присоединяться к другим программам, при запуске последних выполнять самые различные нежелательные действия. К таким действиям может быть отнесены действия в виде порчи, стирания файла, засорения оперативной памяти компьютера, создания помех в работе компьютера и множества других помех. Компьютерные вирусы способны к самовоспроизводству, модификации, маскировке и даже консервации на определенный период. Они могут порождать новые вирусы. Они являются средством несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации, хранящейся на электронном носителе, содержащейся в информационной сети или передаваемой по информационно-коммуникационным сетям. В современном мире существует более 5 миллионов видов программ вирусов. Их количество ежегодно возрастает. По некоторым данным, в мире ежедневно создаются от 5 до 10 новых вирусных программ. Совершение подобного деяния может нанести непоправимый ущерб интересам национальной безопасности Республики Казахстан, не говоря об интересах отдельных граждан, физических или юридических лиц. Спасибо за внимание.